Итак, дорогие друзья, ученики и зрители наших каналов YouTube, мы продолжаем обучение массажу БТММ, базовый тренинг по массажным технологиям мануального массажа. И сейчас мы будем рассматривать, как делать массаж руки спереди. В принципе, вообще все принципы массажа спереди те же самые, что и с ногами и с рукой со стороны обратной, когда человек лежал лицом вниз, спиногер, соответственно. Но этот нюанс мы как бы рассматриваем для тех случаев, когда вы начали делать массаж спереди, и вам не хочется лично разно переворачивать человек, чтобы не терять на время, чтобы он там не остыл. Такие короткие, быстрые техники. Поэтому я подробно не буду на этом устанавливаться, а просто покажу, как мы его будем делать. Соответственно, достаточно масла намазали, опять применяем метод сначала поглаживания, вот уже были, пока я масло размазывал, растирания согревающие, потом глубокие растирания с переходящего разминания и глубокие разминания. Ну и заканчиваем тем, что мы пустили лимфу обратно, все движения делаем снизу вверх, постучали, похлопали и отпустили человека. Ну, отпустили этот участок, так скажем. По поводу участков тоже помните, да? Мы как бы делаем, получается, сегментами сверху вниз, плечо, вот эта часть руки, предплечье, кисть. А движение делаем снизу вверх. Для растираний делить особо не надо, просто чтобы он согрелся, всю руку сразу быстренько растираем, останавливаемся, опять же, на плече. Пучки отдельно растираем, задние, средние. Вот видите, Валь, кстати, вот ходит пучок между ними, видите, вот средний пучок поймали, его растерли, отодвинуться, от костей, отодрать. Кстати, у человека, видите, рука полностью не лежит, это значит, что у него лопатка разъема внутри, аж поднимает плечо. Идея, еще должен лежать вот так, перекладываем прямой. Вот, он нормальный человек. Иначе есть несколько подскажений, они справляются другим способом, это мы рассмотрим в другом видеоролике. Это надо будет расслаблять вот те мышцы, антагонисты, вот эти мышцы, которые его укрепляют. Так, а, ну, собственно говоря, по поводу массажа. Значит, растерли, да, и начинаем прорабатывать плечо отдельно. Первый пучок, второй пучок, третий пучок. А теперь все плечо. Тоже как бы визуально делим пополам. Работали. Бицепс. Вот так очень здорово. Трицепс на растяжение. Трицепс на растяжение. И все вместе. Скручивание. Все руки целиком, да. И полностью такая выжимка целиком всей руки, всего плеча. Здесь, соответственно, у нас лимфа находится вот там вот, подключить на зоне, да, поэтому кровь и лимфа больно, либо подмышку вот сюда, либо вот туда подключиться. Вот там заканчиваем движение. То есть, у нас часть грудных мышц тоже, получается, затрагиваются. Переходим на вот эту часть. Также вот делаем большие мышцы, которые можно захватить. Кстати, вот вот эти вот мышцы, они заканчиваются там, где сгиб, да, они заканчиваются выше. Вот тут, потому что они помогают руку приводить вот сюда вот это движение. Более того, есть такая проблема. Синдром теннисиста. Или, как это называется, больной локоть теннисиста. Дело в том, что они все время одна рука играют, да, вибрация, от ударной техники, страдает вот эта часть. Вот эта мышца. Вот примерно здесь, где крепится косточкам, да. Поэтому ее можно отдельно, глубоко вот там вот залезть, под нее найти вот эти пучки и их отдельно проработать и продавить эти места, где вот они заканчиваются, где они крепятся сухожилиями к костям. Вот. Естественно, нам, смотрите, сухой вот так неудобно работать, у нас же здесь кости, да, посвященно вся мякость находится со стороны, поэтому ее очень легко можно поднять, растереть скручиванием вот таким вот. Видите, лимфа идет от конечности к центру. Продолжаем ее туда, гнать. Раскрываем ладонь в эту сторону, да. Можно опять же с теми пальчиками, вот так вот, растянули ее. Большие пальцы свободно. Вот именно мы и работаем. Прорабатываем все вот эти вот точечки, всю ладошку. Вот эти большие мышцы. Кулачку. Опять же захватываем с этой стороны и вот так вот на излом пальце натягиваем. Можно просто растянуть и поддержать. Тут растягивать максимально все вот эти вот мышцы. Ладони, пальцев и предплечья. Вот с этой стороны тоже вдоль косточек проминаем, запястья проминаем и с этой стороны и с этой. На скручивание. Ничего не. Растираем запястья и пытаемся его немножко ладонь как бы чуть-чуть отодвинуть. Отключил костюм этих вот. Вот то же самое, что мы делали с той стороны, когда у нас человек лежал носом вниз. Работа с пальчиками, поэтому тоже подробно восстанавливать. Со всеми вместе работаю, чтобы на это сильно долго не отвлекаться. Далее переводим руку вот сюда, назад и можем вот как раз размять всю някоть с этой стороны. Если у человека рука не гнется, да, или там как-то лопатка мешается, бывает такое, да, то тогда можете дополнительно положить присяг на стол, руку на себя. Соответственно со стороны вот так же мы витебс обрабатываем, трицепс, косточки вот здесь вот все. Тут руку и вот так вот вводим лимфу. Лимфа течет медленно, как вы знаете, да, поэтому для этих целей мы делаем медленно такую работу. Можно вот напоследок обстряхнуть, потрясти вот так вот, как бы любовничка, так держим за запястья, да, практически на перепонках наших рук. Вот так, чтобы плечо расслабилось. Немножко можно растянуть мышцы плеча, да, и мы так растянутых усилить растяжение. Вот, ну и постукивание, потряхивание, вибрации. И заканчиваем работу с рукой со стороны тогда, когда человек лежит к вам. Сон с лицом, к Богу пупком, а к вам вот этой стороной руки. Вот так вот. Продолжение следует...